Всем привет! Сегодня рассмотрим три способа создания маски для смешивания материалов в Blender. Первый способ окрашивания вершин. Перейдем в панель данных объекта и в раскрывающем списке цветов вершин создадим атрибут. Название пускай будет колм. Далее переходим в редактор материалов. Создаем нод атрибут и в имя атрибута вписываем кол. Дальше нам нужно разделить данные из этого атрибута на составляющие цвета. Присоединяем к нему нод разделения на RGB. Ну и последнее что нам нужно сделать чтобы приступить к рисованию маски это создать нод смешивания материалов, подсоединить соответствующие материалы к этому ноду и в фактор смешивания установить красный канал из предыдущего нода. Теперь переключим верхнее окно на режим рисования цвета вершин и перед тем как рисовать красную маску сначала нужно окрасить весь объект в черный цвет. Ну вот теперь рисуем красным цветом нашу маску для второго материала. Добавим еще третий материал. Для этого по той же схеме добавляем ноды атрибут разделить и смешивание, но только в этот раз выберем зеленый канал для значения фактора смешивания. Рисуем зеленую маску. В итоге получилось так. Рассмотрим второй способ. Способ рисования маски как текстуры. Для этого переключим режим верхнего окна на режим рисования текстуры и в правом окне инструментов создадим новый слот для этого материала. Назовем текстуру маска 1 и добавим ее в редакторе материалов. Для этого создадим нод текстуры, выберем из списка нашу созданную текстуры и поместим ее в значение фактора смешивания материала. Рисуем маску. В итоге, там где мы нарисовали белым, у нас видим второй материал, а где черным, первый. Ну и третий способ это маски с использованием процедурных карт. Создадим нод процедурной карты и поместим ее в значение фактора смешивания материалов. Немного настроим эту карту. В итоге у меня получилось вот так. Если есть вопросы, пишите в комментариях, отвечу. Ну вот и все. Спасибо. Не болейте.